МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бельцах отметили 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание афганской войны, которая, напомним, длилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч солдат. Ветераны-афганцы, матери и жены, тех, кто не вернулся с войны, встретились в понедельник у памятника бельчанам, погибшим при исполнении воинского долга. Уважаемые ветераны всех военных конфликтов, уважаемые присущие на этом мероприятии, уважаемые руководства города, разрешите мне сказать пару слов. Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана. И не важно, сколько нам сегодня лет, и не важно то, что мы уже стали седыми, но мы всегда останемся в душе 18-летними пацанами, которые были оторваны от семьи и отправлены на эту войну. Конечно, не всем нам повезло вернуться обратно домой. Кто-то остался на поле боя. И самое главное, я считаю, что наша обязанность – помнить память о тех ребят, которые остались на поле боя. Разрешите мне объявить минуту молчания в памяти тех людей, которые перед нами есть на этом камне, высоченные. И почтим память о них. Вице-мэр Игорь Шеремет рассказал, что эта война коснулась и его семью, отметив, что забыть эту дату было бы преступлением. Эту годовщину надо всегда помнить, как историю, чтить эту дату, потому что вся эта трагедия пронеслась через каждое из семей. В частности, через мою семью тоже прошла эта трагедия. Многие из моих родственников просто не вернулись с этой войны. Мои близкие родственники от этого очень много лет страдали, потому что, как и вырослся господин Хмарный, взяли молодых пацанов, отправили в никуда, и они не вернулись домой. По ним до сих пор плачет мама, братья, сестры. И, конечно, преступно мечтить эту дату, которой я даю, в принципе, основное значение. Эта дата, это тот момент, когда был поставлен финал той трагедии, которая продлевалась на протяжении девяти лет. Мать одного из погибших солдат поблагодарила всех бельчан за то, что они помнят и чтят героев, которых забрала эта страшная война. Я благодарю вас всех за то, что вы не забываете тех, которые ушли молодыми из жизни, которые были на войне. Я желаю вам всем здоровья и всех благополучий, чтобы никогда в нашей стране не было войны. Вы знаете, что творится в Украине. Нам не допустить этого. Чтобы вы берегли друг друга, мирились и любили. Это самое главное. Спасибо партии Рената Усатова за поддержку в этих мероприятиях. Спасибо правительству страны, которая нас поддерживает, Господи. И спасибо всем-всем пришедших сюда. Оставить слово Сергей Кривцун. Он плохо себя чувствует, ему придется чуть изменить программу, но я думаю, что от этого ничего не изменится. Простите, матери седые, что сыновей на свете нет. Без них идут дожди косые, без них встречаем мы рассвет. Прости, отец. Скупые слезы, что сердце по ночам болит. За крест сыновей у березы, что на краю села стоит. Простите, вдовы, за разлуку, что оказалось навсегда. За одиночество и муку, что пронесла вам та война.